Жемчужина Карабаха, колыбель азербайджанской культуры, город Шуша. Долгие 28 лет, дата 8 мая, была связана лишь со скорби и утратой, но теперь Шуша свободна. До армянской оккупации Шуша была известна красотой своих живописных уголков и мест для отдыха не только в Азербайджане, но и за его пределами. Здесь кипела культурная жизнь. Шуша имела и важное стратегическое значение. Шуша в силу своей географии была важным стратегическим городом и точкой, контроль над которой означал контроль над всей нагорной частью Карабаха, а также низменной равнинной частью тоже. Более того, Шуша позволяет контролировать и Зангизу. Далее она позволяет держать под контролем южную сторону реки Арас, то есть южный Азербайджан. Была спланирована операция, в рамках которой, это целая цепь стратегически важных городов, которые планировалось захватить. В первую очередь это был Ходжалы, где единственный аэропорт. После того, как был захвачен Ходжалы, а до этого город Аглы, село, самое большое азербайджанское село, которое мешало армянским оккупантам соединить свою линию фронта, было ясно, что следующим будет Лачин и Шуша. Во время захвата армянами города Шуша погибло 200 человек. 150 получили тяжелые ранения, 552 ребенка остались сиротами. Около 22 тысяч человек стали беженцами. Именно после оккупации «Жемчужина Карабаха» изгнание азербайджанцев с родных земель приобрело глобальные масштабы. Шуша стала результатом и предательства. Надо это отметить, что оборонять Шушу были готовы очень серьезные азербайджанские силы. Оборона шла успешно, но, к сожалению, предыдущие власти, то есть те, кто, а точнее сказать, было полное безвластие, и это будет наиболее точный термин, привело к тому, что фактически у ряда тогдашних чиновников и военно-полевых командиров были свои отряды, и они больше волновались о том, чтобы захватить власть Баку. И фактически приносили в жертву стратегические интересы обороны Азербайджана на Карабахском фронте. В период оккупации Армения, пытаясь стереть азербайджанское наследие, безжалостно разрушало памятники, имеющие культурно-историческое значение для азербайджанского народа. Многое было разграблено и вывезено. Среди разграбленных и разрушенных памятников – мавзолей поэта-визиря Карабахского хана Вагифа, мечеть Юхарыгов-Харага, Саатлинская мечеть, дом основателя азербайджанской классической музыки и узира Каджабейли, дом Бельбюля, сотни памятников и культурного наследия ЮНЕСКО. Азербайджан на протяжении долгих лет пытался добиться справедливости дипломатическим путем, но результатов не было. Пока Азербайджан не провел, контрнаступательную операцию «Железный кулак» всего за 44 дня освободил свои земли. На нашей стороне было несколько сотен спецназовцев, которые, как я сказал, с легким стрелковым вооружением поднимались с боями в горы. То есть физически человек, который знаком, что такое горы, он понимает, насколько сложно еще воевать с амуницией, с оружием подниматься и взять горы, освободить горы. Вот именно в этом контексте США для нас является символом мужества, отваги и нашей беспрецедентной победы, которую у нас никто не может отнять. И США уже давно изучаются в военных школах, аналитических центрах и в США, и в Европе являются странами как пример того, как можно методами современной войны в Учке воинской, с минимумом потерь гражданского населения, что очень важно, и с минимумом потерь для архитектуры, где-то архитектурно-исторический город, взять, освободить город. 8 ноября 2020 года президент Азербайджана Эль-Хамалиев объявил о том, что Шуша свободна. Не случайно, что дата освобождения этого важного во всех смыслах города объявлена в Азербайджане Днем Победы. Слова, произнесенные президентом, навсегда останутся в памяти всего азербайджанского народа. Дорогая Шуша, ты свободна. Дорогая Шуша, мы вернулись. Дорогая Шуша, мы тебя возродим. Шуша наша. Карабах – это Азербайджан. За три года город преобразился. Весной 2021 года в Шушу начали возвращаться первые бывшие вынужденные переселенцы. 7 мая 2021 года Эль-Хамалиев подписал распоряжение об объявлении города культурной столицей Азербайджана. Шуша стала площадкой для проведения международных конференций и встреч на высшем уровне. Здесь при участии президентов Азербайджана и Турции состоялось подписание важного исторического документа – Шушинской декларации, знаменующего наивысший уровень всесторонних межгосударственных связей. С момента освобождения культурная жизнь в Шуше заиграла новыми красками. Сюда вернулся фестиваль Харыбюльбюль, который с 2020 года вновь приобрел статус ежегодного праздника творчества. Фестиваль назван в честь цветка – символа культурной столицы. Впервые он был проведен в мае 1989 года на Джедердузю – горном плато, расположенном на краю невероятно живописного каньона Дашалты. Среди культурных мероприятий важное место занимают и дни поэзии Вагифа, литературно-художественные мероприятия с участием известных поэтов и писателей тюркского мира. 8 мая годовщина оккупации сегодня Шуша встречает с гордо поднятой головой и с уверенностью в светлом будущем. Субтитры создавал DimaTorzok